Пошло! Здравствуйте, друзья! Мы преодолели 3500 километров 3500 километров и ехали в город Тамбов. Мы проехали 6 границ. Мы прошли сложнейшую процедуру растамушки. Потратив на это 12 часов времени, это несмотря на то, что не было никакой очереди, мы всех знали, нас тоже знали таможенники, мы имеем хорошую репутацию, тем не менее на это у нас ушло 12 часов времени. Ну и вот мы приехали в славный город Тамбов. Через час мы будем сдавать прицеп заказчику и мне бы хотелось с вами поделиться своими впечатлениями от поездки вот с этим прицепом. Свои впечатления именно об этой модели прицепа я уже рассказывал, но я тогда не ехал. То есть мне привезли, я зашел, увидел, посмотрел и все вам рассказал. А сейчас мы проехали с ним огромное количество, огромное расстояние и хотелось бы об этом рассказать. Ну, первое, этот прицеп не имеет никаких дополнительных опций. Он был из завода. И мы путешествовали в холодное время года. тут было, даже доходило до минус трех. Вот какие неудобства мы в связи с этим испытывали. первое, первое, когда мы заходили первое, для того, чтобы включить отопление прицепа, нужно электричество 220 вольт, и оно, естественно, на дороге его не было. Значит, мы вынуждены были включать генератор, но это, естественно, дополнительная нагрузка. Нужно его перетащить, поставить, прицепить на велосипедный замок, заправить, включить и так далее. То есть, вот это вот первая сложность, когда нет электроэнергии в прицепе, нет самодостаточного пакета аккумулятора. Вторая сложность. Заходя в прицеп, мы ждали по 40 минут, а то и по часу, пока он нагреется. Ну, всегда приятно заходить, естественно, в теплый прицеп. Вот. Ну, а здесь нету так называемой системы трумоконтроль. То есть, мы все время ехали с закрытыми газовыми баллонами, а перед тем, как включить отопление, нужно, естественно, открыть газовый баллон. Это можно сделать только после того, как остановился. То есть, мы открывали газовый баллон, ставили генератор, и после этого запускали систему отопления и ждали час, пока прицеп нагреется. Если бы у нас была система самодостаточного электропакета, ну, и другими словами, по-русски, аккумулятора, если бы у нас был бы аккумулятор обыкновенный и система от трума до контроль, позволяющая буксировать прицеп с открытыми газовыми баллонами, мы бы все время заходили в теплый прицеп и не ждали там по часу и не вытаскивали генератор, его бы не запускали. Вот. В общем-то, вот эти вот два главных неудобства было у нас в связи с тем, что прицеп голый. Поэтому, значит, всем, кто покупает прицеп, рекомендую, в первую очередь, если вы будете эксплуатировать прицеп в холодное время суток, значит, в первую очередь, ставить самодостаточный электропакет, аккумулятор и системы трума до контроль, которая позволяет буксировать прицеп при открытых газовых баллонах. Ну, вот это все две самые главные двух опций, которые нужны в холодное время суток. Ну, а так, в общем-то, очень комфортно, тепло, то есть, мне поездка очень понравилась. Мы проехали такие города, как Варшава, Берлин, Минск, Москва. Кстати, Москва – грандиозный город. Мне он гораздо больше понравился, чем Варшава и Берлин. Ну, прям супер. Вот, и вот приехали в Тамбов. Через час мы будем сдавать прицеп заказчику. Я постараюсь снять процедуру передачи прицепа покупателю. Покупать уже.